Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Камиль Бахтияров. Я являюсь врачом-акушером-гинекологом по совместительству блогером. Я достаточно активно веду свои социальные сети, в которых я рассказываю о женском здоровье, о беременности, о том, как вообще сохранить молодость и красоту. Я думаю, что наша сегодняшняя с вами беседа вам будет интересна. У вас возникнет много вопросов. И в каком-то смысле вы на многие свои вопросы получите от меня ответы. Сегодня мы поговорим с вами о состоянии кожи. Наверное, многие девушки с утра встают к зеркалу, приглядываются к себе, смотрят. И пытаются найти какие-то изъяны. Если их находят, то думают, как их ликвидировать. Особенно это характерно для женщин, которые переходят в такой более солидный возраст, то есть после 45 лет. Это так называемый климактерический период, когда идет гормональная перестройка в организме, когда активные женские половые гормоны, эстрогены, идут на убыль. А эстрогены у нас действуют в женском организме на многие органы. Они отвечают не только за репродукцию, но и воздействуют на головной мозг, воздействуют на костную систему, на связки и, конечно же, на кожу. И, конечно же, когда мы отмечаем гипоэстрогенное состояние, то есть состояние, при котором количество эстрогенов уменьшается, и состояние кожи тоже становится намного хуже. Какие гормоны еще влияют на состояние кожи у женщин? Ну, некоторые отмечают, что у них, допустим, в лице имеется повышенный волосяной покров. Конечно же, это тестостерон, это мужские половые гормоны, которые влияют на рост волос. И как предотвратить этот нежелательный рост волос? Существует огромное количество косметических процедур, которые, ну, допустим, фотоэпиляция, которая приводит женское лицо опять к красоте. Но мы должны знать, что красота внешняя, внешнее состояние кожи очень зависит от внутреннего состояния организма женщины, в том числе и от состояния желудочно-кишечного тракта. Вообще, если мы рассмотрим, что влияет, какие факторы влияют на женский организм, то их множество. Если мы все возьмем за 100%, то примерно 20% – это генетика, 20% – это окружающая среда. Как ни удивительно, 10% – это медицина, то есть врачи нам могут помочь только в 10% сохранить наше здоровье, нашу молодость. И 50% – это образ жизни. Да, это очень важно. Правильно соблюдать все регламенты, начиная с того, что вы должны правильно питаться, достаточный сон у вас должен быть. Если, допустим, вы засыпаете позже в полуночи, то у вас в организме уже вырабатывается не мелатонин, гормон сна, а вырабатывается кортизол, гормон стресса. И, наверное, многие из вас узнали себя, когда они не могут ночью заснуть, когда они пытаются посмотреть телевизор или, может быть, что-то вкусное съесть, чтобы как-то себя удовлетворить, чтобы снять стресс. На самом деле вам нужно правильно обращаться со своим сном и стараться засыпать примерно до 23 или до 23-30. Тогда вы намного лучше будете себя утром чувствовать. Вы не будете чувствовать себя с утра разбитой и через какое-то время посмотрите на состояние своей кожи, на состояние кожи лица и поймете, что у вас потихонечку исчезают круги под глазами, цвет кожи у вас стал более качественной, более естественной. Когда уходит такая изможденность кожи, а дело как раз в гормонах, потому что кортизол – это гормон стресса. На что еще нужно обращать внимание? У нас сейчас эпидемия, эпидемия инсулинорезистентности, то есть повышение употребления быстрых углеводов, глюкозы вызывает изменение выработки гормона инсулина, гормон, который вырабатывается поджелудочной железой. Многие недооценивают состояние этого гормона. На самом деле изнурение своего организма сахаром, продуктами, быстрыми углеводами приводит к быстрому старению организма. Давайте рассмотрим такой вариант. Из чего состоит наша кожа? Наша кожа состоит из белка и жира. Она не состоит из углеводов. Углеводов там минимальное количество. Почему же мы так любим злоупотреблять углеводами? Особенно наши дорогие девушки. Они очень любят заедать на работе стресс. Они очень любят всевозможные перекусы. Перекусы с круассанами, печенками, какими-то пирожницами небольшими. И количество этих перекусов, если мы рассмотрим офисную сотрудницу, оно как бы многочисленно. Потом многие удивляются. А почему у меня изменена кожа? Почему у меня появляются морщины? Почему у меня появляется акне? То есть, сальные железы воспаляются. Дорогие мои, именно из-за этого. В том случае, если вы будете соблюдать низкоуглеводную диету, не низко жировую, а именно низкоуглеводную, тогда у вас не будет выработки, повышенной выработки инсулина. Что происходит при повышенной выработке инсулина? Происходит нарушение функции печени. То есть, сахара начинают откладываться сначала в печени в виде жира. То есть, возникает жировая дистрофия печени. Печень в организме человека является одной из основных лабораторий переработки гормонов и также многих других веществ. Помимо этого, печень является фильтром. Вообще, у печени существует около 500 различных функций. И здоровье печени очень важно. Есть еще один очень важный момент, который я хочу сказать про печень. Печень – это единственный орган в человеческом организме, который достаточно хорошо восстанавливается. То есть, даже если у вас есть изменение функции, если у вас есть изменение анатомии, то есть, если на ультразвуковом аппарате мы видим, что печень увеличена, в силу вашего неправильного образа жизни, неправильного питания, вы всегда можете остановиться и как бы сделать некую перезагрузку. Когда вы начнете правильно питаться, также правильно соблюдать образ жизни, вы поймете, что ваша печень вам будет благодарна. Если она вам будет благодарна, то многие гормоны в вашем организме, их концентрация, она может поменяться. Соответственно, состояние кожи ваше также изменится в лучшую сторону. Поэтому я вас призываю, обратите внимание на свое питание. Уберите из рациона углеводы и перейдите на жировую и белковую диету. Помимо этого, рекомендую вам также сократить количество приемов пищи, чтобы вы немножечко находились в состоянии небольшого голода. Небольшого, еще раз призываю вас. У вас сразу же нормализуется вес. У вас запустятся очень важные процессы в организме, которые называются процессы аутофагии. Когда происходит поедание патологических клеток и разрушение, у вас запустится в организме выработка новых молодых клеток. То есть при аутофагии мы наблюдаем повышение выработки стволовых клеток. Что такое стволовые клетки? Это клетки, благодаря которым организм ваш будет омолаживаться. Поэтому не переедайте, не ешьте продукты углеводные на ночь. Это вообще как бы преступление. И могу такое некрасивое слово сказать – издевательство над собственным организмом. Если вы правильно будете соблюдать все постулаты здорового образа жизни, организм вам ответит благодарностью. Помимо этого, на состояние кожи очень влияет такая субстанция, как коллаген, которая в период угасания функции яичников перестает вырабатываться в организме. И этот коллаген приходится употреблять извне. Помимо этого, важно, чтобы в вашей пище было достаточное количество витаминов и нутриентов. Нутриентов очень много содержится в продуктах растительного происхождения. Особенно это касается таких овощей, как крестоцветные. Ну, в народе это брокколи, это цветная капуста, то есть это кладезь нутриентов. Также продукты должны быть, которые содержат достаточное количество витамина С, потому что коллаген достаточно хорошо усваивается организмом именно благодаря витамину С. И витамин С должен быть в активном состоянии. Также такая рекомендация будет вам. Старайтесь избежать прямых солнечных лучей, потому что длительное воздействие ультрафиолета. Многие наши девушки любят приобрести шоколадный цвет кожи, но на самом деле это не всегда полезно. Особенно, что касается в искусственных условиях, когда люди посещают солярий, это вообще не очень полезно. Вот здесь мы должны не просто приобрести цвет кожи, а здесь мы должны профилактировать онкологические заболевания, такие как меланома, такие как базилиома. Если кожа не будет получать избытка этих ультрафиолетовых лучей, она и не будет стареть, и будет долгое время сохранять свою эластичность, свою влажность, и долгое время вы не приобретете морщины. То, чего все наши девушки очень сильно боятся. Поэтому информации достаточно много. К чему нужно стремиться? Правильный образ жизни, полноценный сон. Особенно важно соблюдать правильный режим дня. Ложиться нужно спать пораньше и вставать нужно. Сон должен быть у вас полноценный. То есть 7-8 часов. Это идеально. Далее. Употребление в пищу достаточного количества нутриентов. Я уже сказал, это витамин С, это витамин А, это витамин В3. К витамину В3 особенно отнеситесь внимательно, потому что профилактика сухости кожи, профилактика морщин во многом лежит на этом витамине. Такие микроэлементы, как цинк, магний, железо, также очень важны. При дефиците железа в организме возникает гипоксия, то есть кислородное голодание. Ваша кожа не будет получать достаточного количества кислорода, соответственно, достаточного количества питания. Поэтому микронутриенты всегда должны присутствовать в составе вашего питания. Вот такие рекомендации я вам даю. Надеюсь, что они вам помогут и вы всегда будете молодыми и красивыми. В заключении, дорогие мои, я хочу вам сказать, подписывайтесь на YouTube-канал Гельтек. Хотелось бы узнать, была ли вам полезна моя информация, нужно ли продолжение. Мы могли бы с вами какие-то моменты вашего здоровья разобрать более детально. Поэтому рекомендую вам проактивничать и как можно больше ваших комментариев. Будьте здоровы! До новых встреч!